Здравствуйте дорогие друзья, гости и конечно же подписчики моего канала, с вами Нестя Генрек. И сегодня я вам покажу одно из самых таинственных и странных мест, которые находятся у нас в России. А место это называется остров Большого Заяцкого. Вы спросите, а что же интересного в этом острове? Отвечу, на этом острове расположены десятки каменных лабиринтов эпохи неолита, известных как вавилоны, что означает построены из местных валунов и образованных спиральными узорами диаметром от 6 до 25 метров. Ряды камней и валунов, которые образуют эти спирали, часто образованы двумя отдельными переплетающимися спиралями, как обнимающиеся змеи. А вдоль рядов иногда встречаются более толстые груды камней, придающие им ощущение неправильности. Лабиринты могут различаться по размеру и дизайну, но одна общая особенность состоит в том, что все они имеют один вход, который также служит выходом из этого лабиринта. А вокруг лабиринтов расположены многочисленные груды камней и валунов, а также каменный символ с радиальными спицами, что делает его еще более загадочным. Войдя в лабиринт и несколько раз обойдя его вокруг центра, вы выйдете из него через тот же вход. Уже после нескольких поворотов становится непонятно, сколько вы прошли и сколько еще идти. Субъективно время останавливается, но по часам большой лабиринт. Можно пройти за 15 минут. Трудно отвлечься, тропа узкая и вы должны постоянно смотреть под ноги. Путь закручивается по часовой стрелке и против часовой стрелки. И наконец выход. Путешествие окончено. О лабиринтах Большого Заяцкого известно очень мало, и даже их точный возраст является предметом споров. Известно, что Соловецкие острова были заселены по крайней мере с 5000-х годов до н.э. Возможно и раньше. И хотя большинство исследователей склонны оценивать возраст лабиринтов от 2,5 до 3 тысяч лет, но они могли быть гораздо более древними. Но на самом деле никто не знает. Их цель также окутана тайной и утеряна в глубине веков, предлагая множество теорий. Во-первых, они служили ловушками для рыбной ловли, хотя большинство из них расположено слишком во внутренних водах, чтобы это было как-то осуществимо. Во-вторых, у них была какая-то астрологическая функция, такая как составление карты, к примеру, сонсостояние или затмение. Ну, а существует также идея, что они имели какое-то ритуальное использование. И одна известная идея состоит в том, что они использовались суеверными, древними, как средство ловушки злых духов. Одна из наиболее интересных теорий заключается в том, что лабиринты служат некой дверью, границей или переходной точкой между землей живых и подземным миром, помогая заблудшим душам найти путь на другую сторону. Также назначения и происхождение лабиринтов остаются туманными и утерянными для истории. И нам остается только гадать, почему эти древние люди пришли на этот крошечный островок, чтобы построить эти каменные причуды. Ну, а рядом находится не менее интересный остров под названием Соловецкий. А чем он интересен, дорогие друзья, это тем, что он имеет систему каналов, которые соединяют практически все озера. Озерная канальная система – это одна из самых уникальных достопримечательностей знаменитых Соловецких островов. Многим известно, что на Соловецких островах имеется около 400 озер, и при этом уровни воды в них кардинально отличаются друг от друга. Например, два соседствующих между собой озера, Лопушечное и Зеленое, имеют совершенно разные уровни воды, и разница между которыми составляет около 20 метров. А перепад между Гремячим и Красными озерами составляет 13 метров. На островах есть достаточно глубокие озера, глубина которых доходит до отметки в 25 метров. С того момента, когда началось возведение Соловецкого монастыря, все более прибывающим в эти места людям требовалось большое количество пресной питьевой воды. И именно по этой причине, при отсутствии рек, поселенцы приняли решение соединить имеющиеся озера при помощи каналов. Озерная канальная система Большого Соловецкого острова была создана 4 века тому назад под четким руководством одного из игуменов – Филиппа. Во время создания системы 78 озер соединились в одну систему, которая питала Святое озеро. Многие монахи знали о разнице в уровнях воды в озерах, поэтому соединяли озера каналами, при этом направляя поток воды самотеком прямо в Святое озеро, до сих пор являющийся святым источником всего водоснабжения поселка. С этого места по обширному подземному каналу вода подается на территориальную зону расположения монастыря. При этом вода использовалась для нужд водоснабжения и поступала на работу мельничного жирного, после чего попадала в море путем прохождения через шлюз. На протяжении 19 века канальной водой проводились в действии небольшая электростанция, а также оборудование местного лесопильного завода. А на сегодняшний день каналы в большой мере разрушены или замусорены, как обычно. На протяжении конца 19-го, начала 20-х веков на Большом Соловецком острове была сооружена другая озерно-канальная система, которая позже стала называться судоходной. Сооружение данной системы стало буквально необходимостью, ведь нужно было увеличить приток воды в Святое озеро для повышения производительности водяной мельницы, а также запланированного возведения гидроэлектростанции. Стоит отметить, что водная система должна быть очень удобной и проходить между скитами монастыря и пустынями. Во время строительства такой системы было образовано несколько шлюзов, которые позволяли проходить через созданные каналы даже большим судам. По таким каналам перевозили сено, кирпич, камни, дрова и многие другие необходимые материалы. В большинстве мест сохранились составные части деревянных причалов, предназначенных для судов. На сегодняшний день на островах насчитывается около 20 обособленных озерно-канальных систем, самой главной из которых стала система Святого озера. По небольшому кругу озерно-канальной Соловецкой системы пролегает лодочный проход, прогулка по которому составляет примерно 6 часов. На протяжении прогулки туристы могут узнать о гидротехнических памятниках и других сооружениях наибольшего из островов. Маршрут проходит по 5 рукотворным каналам, которые соединяют между собой 5 озер. Туристам представится возможность самим попробовать поработать веслами, сменять друг друга. Начало воды в маршруту положено от лодочной станции, которая находится в северной стороне. И для того, чтобы совершить большой круг, необходимо будет затратить гораздо больше усилий, ведь количество часов, затраченных на поездку, составит примерно 10 часов. В течение экскурсии туристы познакомятся с гидравлическими памятниками, совершат прогулку по каналам, которые соединяют уже 6 озер. Протяженность прогулки составит 18 километров, но чаще всего часть этого расстояния отдается под пешие прогулки, особенно это касается Секирной горы, которая находится вдалеке от самой отдаленной точки маршрута. С возвышенной площадки можно будет увидеть некоторую часть Большого Соловецкого острова, а также Белое море. По мере продвижения маршрута, туристы узнают об историческом развитии свято-вознесенского скита и штрафного изолятора для наказания заключенных. Вот такие вот удивительные острова, дорогие друзья, находятся у нас в России. А также, что я необычного здесь увидел, так это вот такие вот странные каналы, которые по большей части уже заросли, но часть их отчетливо видна. Как видите, эти каналы имеют строго определенную решеточку. Для чего эта решетка, также непонятно. Но также, если присмотреться, вполне можно увидеть в этой решетке какой-то странный гигантский лабиринт. Не правда ли, дорогие друзья? Вот в этом месте отчетливо видно, как этот канал выглядит, кое-где он петляет. Об этом канале нет никакой информации, ни в интернете, ни еще где-либо. Ну, по крайней мере, я не нашел. Если у кого-то есть информация, пишите в комментариях. Обязательно почитаю, так как самому было бы интересно узнать, что это за каналы. Ну, а также, помимо каналов, хочу показать вам необычную баню, которой также славятся Соловецкие острова. Баня называется Волунная баня. Баня находится на таком вот возвышении. Вот так эта банька выглядит, как подымали такие вот огромные булыжники при строительстве. Хотя, да, если присмотреться, мы можем увидеть то, что вот в этом месте блок расколот. То есть, как видите, сначала сверлили, потом откалывали. Но часть блоков, как видите, природного характера. То есть, не вырублены со скалы, не выпиленные, а найдены в ближайших окрестностях, как говорится. Вот такая вот интересная банька, дорогие друзья. Да, и как ранее я вам показал, вот здесь существует также очень интересный мостик. Давайте его посмотрим. Более детально. Называется каменный Муксоломский мост. Посмотрите, какие невероятные технологии, с каких огромных булыжников все это создано. Фантастика, не правда ли, дорогие друзья? Давайте более детально все это рассмотрим. Да, для меня до сих пор непонятно, как обычные люди, монахи, приезжие, ну и так далее, могли управляться вот с такими вот гигантскими булыжниками. Известно то, что в далеком прошлом не было ни кранов, ни какой-либо техники наподобие. Ну а здесь, как видим, все создано вручную. Такое ощущение, что великаны поработали. Не правда ли, дорогие друзья? Фантастика, что я могу сказать? Сама по себе и дамбочка, то есть дорога, выложена не маленькими камешками. Также объем не маленький. Вот такая вот интересная дорога на соседний остров под названием Мук-Салама. Ну а на этом, дорогие друзья, я этот короткий видеообзор буду заканчивать. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok